Всем привет, дорогие друзья! За последние несколько месяцев я получил очень много комментариев, ну как много, относительно много, по поводу того, чтобы создать структурированную систему, значит, флоришей для новичков. То есть, прямо поурочно, прямо структурировано, все организовано. Вот, например, вот эти флориши, и с помощью них мы будем создавать какие-то элементы. Что ж, нет проблем, к тому же это легко, такие видосы пилить, их можно сделать целую серию, причем, особенно для новичков, это будет очень полезно. Это очень хороший пример, как вот, например, из этого, или, например, из этого, сделать, например, вот это. Круто, да. И вы к этому придете, если научитесь делать все базовые элементы, все, которым я обучу во всей этой серии уроков для начинающих и для среднего уровня. То есть, вы берете, учите какие-то элементы, и с помощью них уже клепаете какие-то новые флориши. То есть, все выигрыши, все довольны, все смеются. И сегодня начнем с самых-самых-самых примитивных элементов, которые я выучил. Это были одни из первых элементов, которые я выучил. И флориш, который я выучил, один из первых флориш, основанный на этом элементе. То есть, это очень-очень важно. Итак, давайте без лишних слов начинать затягивать, не вижу никакого смысла. И давайте начинать. Значит, будет несколько элементов и пару флоришей, которые я рекомендую выучить самыми первыми. Это были мои одни из самых первых флоришей, которые я выучил. Это очень важно. Итак, это будет урок номер один. Первый флориш, который я рекомендую выучить, это swing cut, по-моему, если не ошибаюсь. Выглядит он вот таким вот образом. Давайте. Да, то есть вы просто берете стопки и, так сказать, откусываете. Я не знаю, как слово правильно подобрать. Что происходит вообще? То есть изначально вам нужно научиться брать стопку вот этой частью. Вот, то есть возьмите палец и попробуйте схватить палец вот этой части. Вот этим местом и вот этой косточкой. Это ключевой момент, очень важный момент. Если вы научитесь это делать, то вы научитесь хватать стопку. Первую проблем с первой стопкой, чтобы схватить первую стопку, у вас не будет. То есть первую каждый сможет схватить. Но потом у вас может получиться что-то вроде вот этого. Сейчас попробую накосячить. Вот, да. Видите, смотрите. У вас могут быть вот такие проблемы. То есть просто карты могут съезжать. Я уже второй раз вряд ли смогу повторить. Ну да ладно. Но с практикой все приходит и вы научитесь вот этой вот частью, вот этой частью захватывать правильно пачки. И затем я рекомендую тренироваться в вот этом кате. Как только вы научитесь делать это движение, у вас, значит, расширится, так сказать, арсенал. И появится потенциал уже на создание каких-то флоришек. Потому что вот этот кат, он является ключевым и один, это один из важных катов вообще. Это вся основа кардистри. И на основе вот этого флориша, точнее ката, было придумано, не знаю, сотни различных флоришей. Вот, это первый элемент, который я рекомендую вам выучить. И это выглядит очень прикольно и очень плавненько. Свинкат, опять же, если не ошибаюсь. Итак, второй элемент, второй элемент, который я рекомендую вам выучить, это вот такая вот штука. Очень простая штука. Что происходит, вы просто элементарно берете пачку тремя пальцами и помещаете указательный сюда, а большой скользит по ней вниз. Что значит скользит? Ведь не значит вот так вот скользит, а скользит просто аккуратненько, палец как бы плавненько касанием проносится по пачке. И затем пачка кладется. То есть вот как это выглядит на скорости. Здесь очень легко и это движение вы выучите буквально за несколько секунд. Вот таким вот образом. Теперь, дальше, следующий элемент, который я рекомендую вам выучить, это третий элемент, а всего их будет здесь четыре. Элемент, который я рекомендую вам выучить, это шарли акад. Хоть вы об стенку убейтесь, но если вы не выучите шарли акад, то у вас, вы потеряете, наверное, 80% потенциала вообще всех флоришей. То есть из этого элемента он включен вообще во многие флориши. И вы его просто обязаны знать. Как выглядит шарли акад? Элементарно. Вы просто берете и разделяете стопку на две части в левой руке. Вот таким вот образом. Теперь, как это делается? На первый взгляд может показаться, что это легко и это действительно так. Но тут уже потребуется немножко практики. Что мы делаем? Главное расслабить руку. То есть обратите внимание, где лежат мои пальцы. Главное расслабить. Не надо вот так вот пачку сжимать, колоду точнее, и пытаться что-то сделать. Вот расслабили руку. Просто поднимаем, извиняюсь, большим пальцем колоду. Поднимаем. И теперь слегка не надо напрягаться. Указательным пальцем мы просто толкаем стопку вверх. Вот это она практически ничего не делает. Потому что вот эта стопка, она ее автоматически еще и поддерживает. Мы выводим и отпускаем. То есть подняли. Указательным пальцем выводим. То есть вот эта стопка, она просто висит в воздухе. Мы ничего с ней не делаем. Работаем только с этой. Пытайтесь сконцентрировать свое внимание именно вот на этой стопке. Забудьте про эту. Просто берем, подняли. И указательным пальцем поднимаем вот эту стопку. То есть здесь работает всего лишь указательный палец. Вот после того, как мы вот это движение сделали, работает только указательный палец. Остальные пальцы ничего не делают. Эта стопка ничего не делает. Только указательным пальцем выводим ее вверх. Все. Дошли до этого момента. Расслабили. Стопка упала. А дальше уже дело практики. Дело скорости и дело плавности. То есть тут вот такой вот вопрос стоит. Все. То есть вам нужно просто научиться поднимать большим пальцем. И забыть про все. Про пальцы, про вот эту стопку. И просто указательным пальцем вывести наверх. Все. Это вольт шарли. Это основа многих флоришей. И последнее движение, которое я рекомендую вам выучить. Это элементарное движение. То есть если вы возьмете одну карту. Сделайте так. Просто согнете напряжение. Вот смотрите. Но если вы отпустите. То она улетит. То же самое и со стопкой. Мы берем стопку. Но ее уже так сильно сгибать не надо. Слегка создали напряжение. И сделали один оборот. То есть она летит. И падает. Вот и все. Теперь что мы делаем. Мы берем и комбинируем все эти движения. И комбинируем их в несколько флоришей. А именно. Первый флориш я рекомендую сделать именно вот такой. Мы разделяем пачку. Как вольте шарли. То есть если вы уже научились его делать. То проблем не будет. Далее мы разделяем. Вот эту стопку. И кладем ее в правую руку. Заканчиваем маневр. А именно вольте шарли. В левой руке. И четвертый элемент. Который мы только что обучили. Мы закидываем. То есть как это выглядит на скорости. Таким вот образом. Подняли. Вольте шарли. Закинули. Подняли. Вольте шарли. Закинули. И это можно делать до бесконечности. То есть если вы выучите все эти элементы. То вы сможете сделать вот такой вот примитивный. Но уже довольно таки неплохо выглядящий. Флориш. Еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Вот такой вот флориш. Я не знаю как он называется. Вообще есть ли у него название. Но это один из первых элементов. Который я выучил. И второй элемент. Этому уже есть название. Это авторский флориш. Чувака которого я не помню как он называется. Но это не важно. Мы берем правой рукой. Значит. Что мы делаем. Опять же элемент которым я научил. Второй или третий это был. Мы прокручиваем вот эту стопку. Вот так вот. То есть вот это движение которым я выучил. В левой руке мы делаем вольте шарли. То есть все одновременно делаем. Но не заканчивая. Мы кладем стопку сюда. А вот эту кладем под низ. Еще раз. Раз. Два. То есть по сути два действия одновременно. Но в разных руках. То есть в левой руке это вольт шарли. А здесь поворот. Положили. И убрали вниз. Это. Этот флориш он еще и ложный. Смотрите. Четыре и три. То есть мы делаем. Создается иллюзия тасовки. Но порядок карт не меняется. Колода остается нетронута. Так можно обмануть. Обдурить кого-нибудь. И сделать иллюзию того что мы перетасовали. Но на самом деле. Нифига это не так. Вот и все. Это был первый урок. Это были самые примитивные базовые элементы. В следующем уроке скорее всего возьмем тоже какие-нибудь базовые элементы. Но они будут уже слегка посложнее. И так будем прогрессировать. И со временем будем уже наращивать скилл. Комбинировать. И придумывать какие-нибудь новые крутые элементы. На сегодня у меня все. Ставьте лайк. Если нравится такой формат. Пишите свои комментарии. Я все послушаю. Все почитаю. И может быть что-нибудь замутим в следующем уроке. Что-нибудь новенькое. Что-нибудь прикольное. Также подписывайтесь на мой канал. Если вы этого еще не сделали. Если особенно вы новичок. Потому что следующие видео будут. Я бы сказал плюс-минус. Для начинающего-среднего уровня. Вот поэтому подпишитесь на канал. И нажмите на колокольчик. Чтобы не пропускать мои видео. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. И всем пока.